Добрый день, меня зовут Ильдус, мне 52 года, я работаю менеджером в одной холдинговой компании и также занимаюсь предпринимательством. Где-то осенью в 2019 году я обратил внимание на рекламу Олега Серифанова. Решил поучаствовать в бесплатном вебинаре. Я, кстати, еще только пройдя бесплатный вебинар, я тут же нашел лот, поучаствовал, но, правда, я не сам участвовал, я как инвестор выступал и, в общем-то, выиграли торги и решил пройти обучение в Академии. Во время обучения обратил внимание на два интересующихся мне лота и в итоге остановился на одном лоте, лоте – это автомобиль Hyundai Lantra 2015 года. Я его отслеживал, составил таблицу ликвидности, вычислил точку входа, цену, по которой я буду входить и в момент, когда уже этот этап подходил, я нашел инвестора, оплатили за даток, подал заявку. Участников было 4 человека на этот автомобиль. Через день вышел протокол торгов и я стал победителем торгов. Но, в общем-то, это было здорово, потому что я участвовал первый раз в торгах по банкротству и это был мой первый лот и моя первая победа. Лот достаточно ликвидный, потому как я сам лично ездил, осматривал этот лот. Я понял, что, в общем-то, если я буду входить на пятом этапе, то я в любом случае заработаю на этой машине деньги. Я проделал все то, что нас учили в академии и победил. Немножко инвестор протянул с деньгами, поэтому машину я забрал только 8 мая. 8 мая забрал, 9 мая загнали мы на автомойку. Ну, тысячу рублей расходы, вышли дополнительные расходы. Вот, выставили, сфотографировали, выставили на Авито. Плюс дополнительно я позвонил двум перекупам. Вот, они посмотрели машину, в общем-то, фотографии я им скинул. В общем, получается, 9 мая выставили на Авито. 14 мая у меня уже ее купили. Выставили ее за 735, но покупатель попросил скидку, сделал 5000 скидку, продал за 730. В общем-то, получается, прибыль составила около 43-44 тысяч, там небольшие расходы еще были. Продажа длилась буквально там 2-3 дня. Новичкам, которые планируют продать свой лот, если вы хотите, я просто советую, если вы хотите продать быстро, то не жадничайте. Вот, вы наверняка уже просчитали точку входа и точку выхода, поэтому запас цены у вас есть. Ну, и как учили в Академии, что от рыночной цены минус 10-15 процентов. Ну, рассчитывайте, чтобы такая цена была при продаже. Ну, а те, кто хочет продать подороже, ну, можете ставить цену выше, ну, и по времени немножко, может быть, больше займет. Ну, у меня, допустим, вот я телефонный перекуп он давал, они нашли покупателя на этот автомобиль 760. Ну, я просто в этот день уже был с покупателем, мы оформляли сделку, мне позвонили, что согласны купить за 760, нужно только посмотреть. Ну, я уже не стал размениваться, так что смотрите, действуйте, делайте, как учат в Академии, и все будет хорошо. Всем успехов! Субтитры подогнал «Симон»!